Добрый вечер, у микрофона Алексей Венедиктов. Оля Журавлёва уехала в отпуск, я заменяю и буду с вами 2 часа до 1 часа ночи, соответственно, 12 сентября. Коммуникация в первую очередь СМС, напомню, вы можете задавать вопросы, отправив СМС на телефон, плюс 7, 985-970-4545, и не забывайте подписываться. Тема не ограничена, это ночной эфир, конечно, это будет смесь без посредников. С ответами на ваши вопросы по работе радиостанции, ну и по любым другим вопросам, которые мне покажутся вообще неинтересными. Сразу хочу проанонсировать, поскольку осталась ровно неделя для выборов, ровно через 7 дней у нас здесь будут сидеть ведущие, которые будут давать результаты к этому времени, уже поступающие выборы в Государственную Думу. Хочу проанонсировать, что мы уговорили коллег-социологов прийти завтра к нам в эфир в 11 утра к Сергею Бунтману и к Оле Бычковой, и представить их прогнозы, их расчеты по 15 московским одномандатным округам. Это будет завтра в 11 часов. Борис Макаренко, Игорь Бунин. Хочу сказать, что меня работа Игоря Бунина впечатлила по поводу выборов в Мосгурдуму. Вот его прогнозы, его расчеты за 3 недели до выборов по выборам в Мосгурдуму, по депутатским выборам в 2014 году, были близки, самыми близкими к результатам и даже к тем неожиданностям, которые были. Поэтому давайте послушаем, хотя эта история такая веселенькая. Дальше по выборам мы еще поговорим, а сразу пошли вопросы. Данила из Челябинской области спрашивает, пока в АйТим побывало 7 представителей партии, успеете за оставшуюся неделю спросить остальных 7? Нет, не успеем, конечно, Данил. Некоторые вообще не выходят на связь с партией, но это их право. Напомню, что программа АйТим это программа бесплатная, да, то есть для партии. И в данном случае, что мы ожидаем, я вам сейчас скажу, на то, что я знаю, на этот час, в следующую среду ожидается в 20 часов Григорий Явлинский и в 21 час генсек Единой России Сергей Неверов. Так что те партии, которые имеют шанс на прохождение, они все прошли. И 4 Алексея, какие еще Алексеи будут, мы не знаем. Это проект курирует Алексей Соломин, мой заместитель, один из моих заместителей. Посмотрим. Но я вам должен сказать, что судя по всему, судя по тем откликам и по тем разного рода откликам, которые вызвала эта программа, когда 4 Алексея ведут интервью с лидером, довольно такое, я бы сказал, фривольное. Так вот, возможно, после выборов мы поговорим и позовем, продолжим ее, и позовем туда разных людей. Вот, в частности, ребята предлагают, ребята, в смысле, наши слушатели, которые мне присылают, уже на после выборов позвать Вячеслава Мальцева. Таких вот людей, я думаю, что это формат ровно для него. И для него, вернее, тоже. То есть, у нас есть, с одной стороны, дифирамп, который ведет Ксения Ларина. По названию понятно, что это такое. А с другой стороны, у нас вот есть программа ИТИМ, где люди с разными эстетическими, этическими, политическими взглядами на все Алексеи тиранят лидера. Ну, гостя. Поэтому вот пока у нас на этом месте, на два последних места, у нас Григорий Явлинский и у нас Сергей Неверов. Напомню вам, что у нас уже были и Владимир Жириновский, и Сергей Миронов, и Геннадий Зюганов, и Максим Сурайкин, Коммунисты России, это непростое дело согласиться. И Михаил Касьянов, и Андрей Журавлев, который родит. Непростое дело было прийти и согласиться на этот эфир. И мы еще посмотрим, не будет ли у нас неожиданностей в эту среду. Но подождем пока. Вот то, что касается программы ИТИМ. Она, конечно, молодая. Повторяю, к ней есть вопросы у меня, в первую очередь, как главного редактора. Я уже упоминал о том, что когда ребята перебивают друг друга, то клиент всегда пытается выскочить. Тут же спрашивают меня про Эдуарда Лимона. Он отказывается приходить. Это его право. Он всегда welcome, всегда гость. Вот и эта программа тоже, наверное, для него. Но, понимаете, у нас же сейчас как? Приходят либо к друзьям, приходят, либо по необходимости. А мы не являемся друзьями. Никому, что называется. Тут меня спрашивают про Григория Алексеевича и про Яковлеву. Про Яковлева это про секторе Яблоко. Должен вам сказать, что все восстановлено, уважаемый Blackbird 22. Оксана должна вести пятницу 14.30, где будет Григорий Явлинский. Несправедливость не должна восторжествовать. Я пока иду по этому праву Борисова. Мы должны с ним встретиться. Или найти новый проект, или не найти нового проекта. Этот проект уже все. Так, Стас Путинцев, Курск. Приветствую вас. Тоже приветствую. Собираетесь ли вы в Таллин? Владислав, вы знаете, Владислав, я вообще всюду куда собираюсь, но поскольку времени реально мало, и я его просто так на путешествие не трачу, я в отпуске не был, вот в отпуске, в отпуске не был 14 лет, по-моему, по-моему, 14, а то и больше. Я всегда поездки просто так не езжу, я всегда совмещаю со встречами, когда меня куда-то приглашают в первую очередь, или со встречами с людьми, принимающими решения, или со студентами, или на какие-то конференции, где можно разговаривать с людьми. А между этим хожу по музеям, по улицам, встречаюсь с людьми. Поэтому, если в Таллине у меня возникнет какая-то веселенькая программа, если вы меня позовете на какую-то веселенькую программу, сразу хочу сказать, что я всегда оплачиваю свои поездки сам. Речь идет о том, что это может быть встречи или интервью с президентом, с министром наставленных дел, с депутатами, со студентами местными, встреча с жителями Таллина в каком-то зале, я поеду. А так я, ну, с удовольствием, но на один день, это называется, понимаете. Времени действительно нет. Эходром навсегда ушел из эфира. Вообще, навсегда, не навсегда, но он, конечно... Это кто у меня, Майк? Майк из Лимы, из Краснодарского края. Майк Лимы из Краснодарского края. Вы знаете, ну, мы же смотрим на его слушаемость, сколько людей его слушают, и он неуклонно стремился вниз. Ну, мы пробовали с Сашей, и с Димой, и так, и сякой пятой. Ваш интерес к эходрому невысок, надо сказать. А мне трудно сказать, почему, но он невысок. Это фиксированная история, и я должен на нее реагировать таким образом. Плюс 7, 9, 8, 5, 970, 45, 45, и не забывайте подписываться для СМС. Аккаунт вызван через Твиттер, я вижу, много идет. Можно через сайт задавать вопросы, там есть окошко под трансляцией. Не забывайте только подписываться, чтобы я мог к вам обращаться. Кстати, про рейтинги вы меня давно спрашивали, а я вам давно не отвечал. Но вот пришли летние рейтинги, я имею в виду, июнь, июль пришли раньше, август пришел сейчас. Мы в августе опять ежедневно в Москве пересекли границу в 900 тысяч слушателей каждый день. В Москве 903 тысячи, если мне не изменяет, и вернулись на пятое место. Впереди 4 музыкальные радиостанции. Просто сейчас боюсь соврать, какие, но там точно авторадио, там точно шансон, по-моему, русское радио и что-то еще. И мы среди разговорных 54 станций всего, мы на пятом месте, нас подпирают вести ФМ. У них в этом месяце от нас в 50 тысяч, почти в 45 тысяч ежедневная аудитория. Ну, как-то работают. Это вы нас слушаете. Я думаю, что это связано прежде всего, я еще не смотрел по часовой раскладке, с утренним разворотом, который мы теперь начинаем на полчаса раньше, в 8.30, по предложению Тани Фельгенгауэра и Сережи Бунтована. И связано с дневным персонально вашим, в первую очередь. Там мы видим рост, там где-то тоже в пятерку. Вообще днем мы проигрываем страшно всегда, среди домохозяек мы не очень популярны. Ну, музыкальным в основном радиостанциям, где-то всегда там на 10, 11, 9 месте. Сейчас мы в пятерку входим, в 14, в тройку входим, в 15, в тройку входим, в 16. Ну, это все хорошо. Это московские рейтинги. И вот, которые МТНС меряет. Ну, вот такая история. Это, конечно, не является единственным показателем для меня, когда я формулирую сетку. Я хочу просто сказать, что вы видите, что у нас появляются некие новые элементы новых программ. И некоторые наши старые ведущие, старые давноведущие, давнослужащие, они расцветают на новом месте. Я, на самом деле, очень доволен этим. У меня есть, повторяю, претензии, но как ребята там, как Алексеи разные, у нас их семь, считай, меня, начали взаимодействовать с друг другом. Меня это радует. И эфирность их тоже радует. Назову из открытий последнего года для вас, наверное, это Оксана Пашина, которая тренируется пока на заменах, но уже не на заменах. И то, что там с «Говорим по-русски» с Олей Северской передачи задышала по-другому, это, конечно, другая передача, не та, которую вела Марина Королева. Но я просто знаю, что пришло много новых людей, это тоже хорошо. И эта передача очень высоко стоит в рейтинге. Мне просто сказали, ну, программа Один, понятно, она встает там постепенно. Я внимательным образом читаю ваши замечания. Я хочу сказать, что то, что вы пишете, правда, как только я вижу каком-нибудь хамство или тыканье, я сразу перестаю читать вот с первой строчки. Ну, мне же нужно читать людей, которые хотят, чтобы мы были лучше, а зачем мне читать просто людей? На этом времени нет. Поэтому любая критика, как я понимаю, это критика тех, кто хочет, чтобы Эхо было лучше. В этой связи не могу не остановиться на сайте, и много вопросов по сайту. Вот еще раз объясню нашу позицию для тех, кто, может быть, наши новые слушатели не знают, как это делать. Во-первых, сайт – это у нас отдельная медиа, это отдельная СМИ с отдельным главным редактором. Его зовут Виталий Равинский, ему можно писать. Своими замечаниями ему можно писать. При этом Виталий является моим заместителем, но не по сайту, а вообще моим заместителем. Естественно, мы очень тесно координируемся и контактируемся, и есть очень много жалоб. В основном жалобы идут на то, что сайт тяжелый и так далее. Вы знаете, идеального сайта нет. Я смотрю посещаемость сайта. Могу вам сказать, что в прошлом августе ежедневное посещение сайта уникальных пользователей, еще раз, не визитов, не кликов, а уникальных пользователей, ежедневно в августе 2015 года было 729 тысячи человек. 729 тысячи уникальных пользователей, то есть компьютеров с одинаковым ID. А в августе ежедневная аудитория, то же самое, 819 тысяч. Ну, можете посчитать на 100 тысяч больше, практически на 13% уникальных пользователей. У нас по августу больше 110 миллионов кликов за месяц, то есть в среднем 3,5-3,8 миллиона кликов ежедневно. Это сайт. Да, у меня тоже есть претензии к сайту, и комментарии тоже, это серьезная вещь, и очень много троллей, и это все правильно. А что с этим поделаешь? Вот смотрите, мы ввели систему регистрации, вы знаете, какую для новых. Если вы заполняете полностью нашу анкету, доверяя нам свои персональные данные, вы получаете так называемую красную рамочку, где можете огромное количество раз комментировать без ограничений, без премодерации. Любой материал, который на сайте, кроме тех, где я закрываю, ну, сейчас мы приняли решение, что все, что касается смерти человека, любого, мы закрываем комментарии, потому что есть значительное число людей, которые не умеют достойно общаться с матушкой смертью, понимая о том, что они тоже смертные, или вернее не понимая. Ну, не умеете достойно, но и не будет. Но, тем не менее, все остальные материалы открыты, как правило, и вы там пишете, и люди, которые вот в красных рамочках, да, они могут писать бесконечное число раз, но у нас есть их персональные данные, с другой стороны. Вторая часть, это так называемые синие рамочники, это люди, которые частично оставляют нам персональные данные, это вы выбираете, каким образом регистрации на сайте, и у них есть, если мне не изменяет память, пусть меня поправит Виталий Рувинский, если сейчас он у меня слышит, а у них есть 12 комментариев в день, но тоже нет премодерации. И, наконец, третье, это люди, которые не хотят регистрироваться, и мы понимаем, что интернет может и, с моей точки зрения, должен оставаться, иметь возможность оставаться анонимным, условно анонимным, конечно, но анонимным, и эти люди просто имеют ограничение по количеству комментариев и проходят премодерацию. У нас где-то в день поступает 12-15 тысяч комментариев, если мне не изменяет память. Это к тому, что комментарии не главное, потому что, если у нас в день 3,8 миллиона кликов, или 819 тысяч уников, то сами посчитайте, сколько комментариев, ну, какое место занимают комментарии в просмотре. Как вы знаете, вторая часть важная для сайта, хочу вам объяснить, у нас вот Мальцев мне как раз написал, Вячеслав Мальцев, он не знал сайт Эхо Москвы, почему мы дали скручивать его счетчик. Мы не скручиваем ни его, ни чей счетчик, просто счетчик, и за исключением новостей, которые один час считаются, счетчик скручивается, или не скручивается, вернее, стоит последние 7 дней. Вот если у вас какой-то материал стоит на сайте 7 дней, да, он показывается количество вот за 7 дней. Потом на 8 день вычитается первый день, где больше всего просмотров. На 9 день вычитается второй день, это для рейтингования, безусловно. У нас есть реальные данные, сохраняются всего, но публично у нас такая история. Поэтому это не в обиду Вячеслава Мальцева, это такой принцип, мы его объявили с самого начала обратного отсчета. Вот и вся история. У нас нет накопления полного публикаторского, у нас есть накопления за последние 7 дней существования на сайте. Но в принципе мы, конечно, можем по запросу. Вот сейчас у нас наш замечательный Юнис, который пишет нам блог об отеле, он запросил все свои блоги, у него 55 блогов уже вышло, и посмотреть, сколько действительно посещаем и какие. Это, конечно, важно автору, и мы эту таблицу ему немедленно прислали, безусловно. Из Нижегородской области Юля пишет, вы рассказали инсайты о том, что пост уполномоченного предлагал я Хаматова. И как вы думаете, она правильно делала, что отказалась? Если бы вам предложили этот пост, как бы рассмотрели это предложение? Какие все-таки в Нижегородской области умные люди и внимательные? Юля, смотрите, да, насколько я знаю, опять же, насколько я знаю ни от Хаматова, ни от Путина, скажу вам сразу. Но я знаю от людей, которым Владимир Владимирович жаловался, что Чулпан не берет этот пост. Смотрите, это же вопрос функций всегда. Да, я же это проходил в 2000 году, когда после разговора с Путиным, когда решалась судьба эхо, я сказал, вот я такой, вот у меня такие права. Если вы хотите, чтобы эхо было другим, а у главного редактора были меньшие права, ну тогда я пошел. И если вы соглашаетесь на то, это не было никакой ультиматум. Я просто объяснил, что как можно руководить радиостанцией там или неважно кем, если у тебя нет возможности ей руководить. Мне кажется, что для любого уполномоченного по правам человека одним из важных вопросов является вопрос усыновления и возможности усыновления детей, которые попали из-за трагедии в их жизни, которые они еще даже не знали, в детские учреждения. А все-таки жить в семье. И мне кажется, что главное, что должен для себя был решить человек, принимающий этот пост, вот в острой ситуации, это вопрос иностранного усыновления. И вопрос вообще всей процедуры усыновления. Я напомню вам, что это очень острый вопрос. И еще раз напомню для новых, может быть, слушателей, что когда-то, когда Путин еще был премьер-министром, значит, актриса, и встречался с доверенными, это было очень смешно, он встречался с доверенными лицами, там было там 450 доверенных лиц и 5 главных редакторов, которые не были доверенными лицами, в том числе и я. И там как раз вот актриса Бузова заподняла вопрос, кто-то поднял вопрос об иностранном усыновлении. Это был, соответственно, 2011 год, и Путин сказал, что я против иностранного усыновления, потому что, ну, это позор для нашей страны, что мы не можем там, тогда было это 80 тысяч или 100 тысяч детей усыновить там на 140 миллионов. Вот, и я против этого, и Бузова стала ему говорить, вы не правы, Владимир Владимирович, потому что они берут, в том числе детей, которые они берут, значит, усыновляют эти все. Он говорит, я не собираюсь ничего менять, сказал Путин, я понимаю, что консенсуса в обществе по этому вопросу нет. И вот такой вопрос. То есть, на самом деле, даже когда это усыновление было, он был против, потом, соответственно, случились те события, которые случились, и Путин поддержал закон, предложенный уполномоченным по правам ребенка Павла Мастахова, на чем, собственно, мы с Павлом разошлись, расссорились окончательно, я лично с ним расссорился, Павел же когда-то был нашим адвокатом, даже Эховским, да и Сережа Бунтована представлял в консенсусе. Мы разошлись с ним, просто это невозможно было перенести. И, собственно, вот, я думаю, что Чулпан понимала, что встанет вопрос, и она, наверное, может быть, я не знаю, ставила вопрос или условия, или президенту не ставят условия, ну, как там, как и Сережа Бунтована, скажет, просьба, да. Но вы знаете, вы же знаете, что в декабре журналист Эхо Москвы Алексей Соломин, вот в этом декабре, по-моему, в апреле, задавал Путину вопрос по этому закону. И Путин сказал, нет, я не буду его отменять. Я думаю, что уполномоченный по правам ребенка нормальный должен настаивать на изменении или коррекции этого закона, например, в части инвалидов, детей инвалидов. Например, в части того, чтобы детей инвалидов можно было усыновлять, у нас есть усыновление иностранцами детей инвалидов, значит, в 15-м году, если я не ошибаюсь, это сайт Министерства образования и науки, детей инвалидов за рубеж было усыновлено 77 человек. До запрета их было каждый год 300-250, то есть, на самом деле, цена это 150 детей в день, потому что в основном детей инвалидов усыновляли в США, именно в США у нас все прекратилось. Я сейчас не буду объяснять, почему, это так оно и есть, просто статистика есть, посмотрите сами. Вот, собственно говоря, эта история Юлия с уполномоченной по правам человека, я не знаю, может быть, это в моей придумке, но я точно понимаю, что любое профессиональное интервью уполномоченного по правам ребенка, будь то Анна Кузнецова, будь то Чулпан Хаматова, будь то там кто-нибудь, вы, был бы задан вопрос, как вы относитесь к усыновлению детей инвалидов за рубежом. Профессиональный журналист обязан это спросить, просто обязан. Ответ какой-никакой, это другой вопрос, вы будете оценивать деятельность уполномоченного. Может быть, Чулпан, она понимала, что тяжелая работа, это будет теперь работа, а не занятие благотворительства, как она занимается, а может быть, она вот решила, что это очень тяжело, не знаю. В любом случае, насколько я знаю, был ответ нет и нет. Так, дальше, что у нас тут, интернет при большом разборе с сайта интернет-трансанкции идет с прерыванием при невзорве. Повелите исправить, повелеваю, Рупрехт. Я чрезвычайно не готов отвечать на технические темы, я готов принимать технические замечания. Все будет развиваться. Вы знаете, интернет так быстро развивается, что мне кажется, что еще год-два, и у нас просто звук будет идеальный. Вы знаете, у нас вот мы через айфон, могу сказать, вот через свой айфон показываю в сетевизоре, делали интервью и включение. Купил специальный микрофон для айфона, есть такой радиомикрофон для айфона, и знаете, абсолютно студийное качество. Лучше, чем по скайпу. Я думаю, я не знаю, я думаю, что техника развивается настолько стремительно, еще представить себе невозможно, что вот я на него писал интервью, с него выходил в прямой эфир. Любой эфир, повторяю, это не профессиональная техника, хотя, наверное, профессиональная она, наверное, лучше. Поэтому, да, ну, наверное, сейчас где-то идут прерывания, где-то не идут прерывания. Так, Стас Путильцев опять спрашивает, правда ли, что Андрей Макаревич наш родственник? Нет, Андрей Макаревич не мой родственник. Мы иногда шутим, что мы троюродные, это похожесть голоса и иногда морда лица, но мне нравится, когда он стрижется коротко, и нас уже не путают, хотя меня пару раз за него принимали, что очень почетно. Но он не родственник Стас, это такой фейк, который возник в Википедии. Строго по вашим вопросам, вот Виктор опять возвращается к программе IT, пишет, что вопросы могут быть острыми по существу, но не хамскими по форме, не считаете ли, например, что на встрече с Косяном ведущие вели себя по-хамски. Виктор, у меня вопрос в другом. Вели ли себя ведущие, как главного редактора, вели ли себя ведущие одинаково с Касьяновым, а затем с лидером партии «Родина» Журавлевым, а затем с лидерами коммунисты России Сурайкиным в тот же день? Да, они вели себя одинаково. Я, конечно, когда начал получать неудовольствие слушателей, я начал смотреть расшифровки. Зайдите на сайт, посмотрите. А разве они по-другому вели себя с Зюгановым, который чуть не встал и не ушел из эфира? Да, это такая манера, да, здесь будет такая передача. И дальше дело лидеров приходить или нет. В данном случае, если ребята будут выдерживать одинаковый стиль, то это правильно. Можно это квалифицировать как вопросы хамские по форме. Можете квалифицировать так. Я в этом ничего особенного не вижу. Так, что там реклама? Андрей пишет. А где-то можно вызвать в качестве ГОСТа в АйТим? Если программа АйТим будет продолжать существование после выборов, я думаю, что вполне возможно. Ну, ходил же я и в разбор полета, ходил же я и в сотрудники. Почему нет? Но не каждый пойдет, потому что ребята будут набрасываться как собаки, чтобы демонстрировать вам свою независимость от меня. Вы же понимаете, что мне будет гораздо труднее, чем тому же Касьянову или чем тому же Навальному. И, кстати, я хотел бы сказать, еще раз повторить, что Михаил Касьянов вполне достойно выходил из этой ситуации. Некоторые выходили менее достойно. Опять возвращается к вопросу Явлинскому и Оксаны. Это не вопрос был Явлинского. Явлинский узнал потом. Это вопрос. Как всегда, пресс-секретари пытаются как-то облегчить своему лидеру присутствие в эфире. Кто, как, чего. Здесь было переусердствование. Пресс-секретари, ну, что, мы же поправили эту историю. Поэтому проехали. А почему в программе вопросы задают только ведущие? Я бы хотел по телефону, например, задать вопрос Миронову и Лизиганову. Семен, когда четверо ведущих, время на ваши вопросы. Нет. Присылайте заранее, если хотите, чтобы они были упомянуты. Так, Нателла Балтянская сейчас в поездке. Она будет заменять. Она будет в ночном эфире, да. По выходным утренний разворот. Что мы видим, как он был? Нет, Александр, сомнительно, что он вернется. Скажу вам, большие человеческие затраты и незначительная слушаемость. Люди спят. Юрий спрашивает о Запорожской области. Если это этично, прокомментируйте, пожалуйста, работу Гонопольского в Украине. Юрий, это вполне этично, но я не знаю его работу, честно говоря. Я могу комментировать только то, что он делает здесь. Я вполне удовлетворен, как Матвей комментирует в своей реплике. Делает и как Матвей ведет вместе с ребятами Гонопольское. В этом смысле. Что Матвей делает на Украине, что Сакен Аймурзаев делает на Украине, я просто этого не вижу. И не слышу. Может быть, это неправильно, но на сегодняшний день это так. Дальше что такое? Извините, не буду без подписи. Дальше там начинает. Этот скучноват, этот не скучноват. Слушайте, это все вкусовщина. А вам нравится Соломин, не нравится Нарышкин и наоборот? Выбирайте то, что вам нравится. Про научную организацию я не знаю, как делать с Сашей Самарой программы. По-моему, мне кажется, что то, что делает Наргиз, соответственно, по пятницам, днем, это, по-моему, круто. В 16 часов то, что они делают. Пока это очень хорошая слушаемость, то есть очень хорошие рейтинги. А вы не слушаете высказывания о вас и об эхе, которые в каждой передаче высказывает Соловьев в утреннем эфире Вести ФМ? Не хотели ему ответить? Юль, но если человек рекламирует эхо Москвы за бесплатно, за бесплатно пусть рекламирует. На рекламу мы не отвечаем. Так. Алексей Алексеевич, вы говорили, Россия окольными путями финансирует предвыборную кампанию Клинтон. Я что-то не упомню, что вы такое говорили, Владимир. Я говорил совсем о другом. Я говорил о том, что России, как мне представляется, российским властям выгоднее стратегически, что президентом США стала Клинтон, потому что ее поддерживает классический эстеблишмент. Ее политика, в принципе, понятна. И политика Конгресса при ней тоже понятна. Что касается Трампа, то он выгоден России тем, что избрание Трампа приведет к внутренней трубулентности в Соединенных Штатах Америки. И тогда какое-то время Конгресс будет разбираться с Трампом. Или Трамп с Конгрессом, как хотите. Там очень тяжело будет идти формирование кабинета. Поэтому это выгодно России в том смысле, что США отвернется от зон, которые Россия считает своими. В этом выгодно. Но не более того. Про финансирование ничего не знаю. Мы публикуем разные точки зрения и разную информацию, которую официальные люди говорят. Но и это все. Так. Это что такое? Это повторение СМС телефона. Так. Это повторы. Ребята, можно не повторять? Потому что мне тут просто время я трачу на то, что я читаю всякую историю. Вот Семенович пишет. А почему Гонопольская комментирует только как видит в России... Подождите секундочку. Мы российская радиостанция. И он комментирует, Семенович из Оренбургской области, Россию, конечно, как он видит ее, безусловно. Вообще комментарий это то, что человек как он видит. Реплика, комментарий, мнение. Это то, как человек видит. Это не установление фактов. Это мнение. Поэтому, естественно, Матвею мы просим комментировать то, что здесь, а не то, что там. И это довольно интересно, как человек на удаленке. Как он видит то, что происходит здесь. И часто это не совпадает с моим. Ну и что, мало ли что не совпадает с моим. The Best, понятно. Не подписывайтесь, не буду. Так, приложение по айфону. Ну, в общем, не совсем ко мне. Радное, подобавьте этому вместо кого. Современная некоммерческая музыка. Мы не музыкальная станция. Послушайте. У нас в Москве только, а только в Москве, значит, 54 радиостанции. Из них, по-моему, 42 музыкальные. Ну, можно вот они будут специализироваться на музыке? Мой знакомый коллега по работе мне рассказывает, что головной офис Эхо Москвы находится в США. Это правда? Но вот только что, как вы знаете, Газпром Медиа попал под санкции. Как вы думаете, могли бы мы даже, если бы хотели там находиться, там работать, Стас? Вообще, головной офис Эхо Москвы сидит перед вами. Вот видите, моя голова в сетевизоре. Это Москва. Вот он, головной офис Эхо Москвы. Что такое? А, ну, это делать так, делать так. Понятно. Делать правильное ударение. Назвать передачу «Один, а не Один». Извините меня, уважаемая Тамара, я автор этого названия. Эта передача называется «Один». В честь Бога Одина. Понимаете? Один. А когда девушка – Одна. Понимаете? Вот интересно. Это все равно, как вы Толстому скажете. Вы знаете, Лев Николаевич Толстой, вот почему у вас роман называется «Война и мир» через «Источка». Он называется «Война и мир» и, кстати, через «И». И, кстати, в конце уберите, пожалуйста, чего-нибудь. Ну, вы смешны на самом деле. Пароль забыл, а не могу войти, а ничем не могу помочь, я не знаю, как. Вейлер сегодня в эфире назвал Клинтон дурой. Вы знаете, я, уважаемый Андрей из Санкт-Петербурга, не комментирую комментаторов. Да, это мнение. Понимаете, это называется «особое мнение», персонально ваше. Он считает ее таковой. И мы знаем, что он там топит за Трампа. Ну, имеет право. Это его мнение. Почему вы будете таким образом? Дальше. Не понимаю, чего. Гусаров красавчик. Спасибо за молодую смену. Не понимаю, без подписи. Возможно ли сделать цикл программ о темах и людях, звучащих в новостях? Вот у нас есть программа «48 минут». Программа о лидерах мира, о лидерах разных стран, которые звучат в новостях. Ну, вот они звучат в новостях. Ну, вот. И так далее. Так. Это я даже не понимаю. А можно по-русски мне писать. Потому что я этого английского языка не знаю. Извините, ради бога. Это одна из таких моих недостатков. Потому что в современном мире, конечно, чтобы угнаться за новшествами и новостями, надо знать английский, французского моего не хватает. Так. Последний радизайн сайта. Ну, Кашинского оправдался, Владимир. Оправдался, конечно. Я же вам сказал. В чем? По посещаемости оправдался. Так. Очень нравится Дурнаво. Так. Дальше. Осман Бея. Все было иначе. Ох ты, боже мой. Все было иначе. Вот человек жил себе в 13 веке, все было иначе. Очень смешно. Так. Ольга Будина. Да, спасибо. Да, не Бузова, конечно. Ольга Будина. Это Ольга Будина, которая занимается усыновлением с Путиным. Конфликтовала. Именно конфликтовала на эту тему. Совершенно верно. Я не знаю, друзья мои, ночные эфиры Екатеринбурга. Можете спросить. Там ребята вам все ответят. Уберите этого. Уберите этого. Ну, очень странно, Виктор. Конечно, по вашей логике, судьба нескольких сот детей сущей мелочи в масштабах государства. По-моему, все наоборот, Виктор. Вы меня не поняли. Несколько сот детей – это несущие мелочи. Каждый ребенок, особенно ребенок несчастный, это несущие мелочи. И я, наоборот, считаю, что закон, этот людоедский закон должен быть отменен или в крайнем случае исправлен. Что-то у меня совсем нет, как будто вы не слышите. Так, перебой с трансляцией. Спасибо за номер с Маннергеймом. Какие темы будут в следующих номерах? Имеется в виду дилетант. Ну, вот, я вам должен сказать, что, конечно, номер по Маннергейму он вызвал такую значительную истерику почему-то у некоторых людей. Особенно потому, что у нас там Маннергейм с Гитлером на обложке. Гитлер на обложке. А, люди даже спорили, что никогда никакой журнал в России никогда не опубликуют. Почему? Ну, он был, и он встречался с Маннергеймом. Он награждал Маннергейма. На обложку это поместили. А следующий номер, который у нас выйдет 22 сентября, это октябрьский номер, он будет посвящен Карибскому кризису. Нам кажется, что это сейчас актуально с учетом того, что наши самолеты и подводные лодки в трех метрах от их самолетов и подводных лодок, и не дай бог, произойдет столкновение случайное, скажем, или повторение, как с Боингом над Украиной. Будет журнал, посвящен Карибскому кризису, и там будет служба внешней разведки дала нам, как мне написал Виталий Демарский, некоторые документы и донесения. Мы их там опубликуем. Следующий номер, ноябрьский, который выйдет 22 октября, у нас будет посвящен императору Нерону. Вот. Ну, вот, собственно. А дальше вам чего? А дальше я и не знаю чего, если честно. Ну, там у нас есть еще всякие задумки, но пока вот так. Так. Что у нас еще? Вы не занимаетесь гипнозом? Я не занимаюсь гипнозом и не хожу под гипнозом. Да, такие вопросы. Скажите, пожалуйста. Вечер в честь дня рождения. Ну, как обычно, в октябре. В октябре. Да, у нас бывают повторы передач, у нас бывают записи передач, но их процентное отношение чрезвычайно мало, но не превышает 7% в недельном изучении. 7%. Имейте это в виду. Так. Значит, ну, здесь пишут анонимку лживую, поэтому, извините, я вас забаню. Вы пишите анонимку доноса лживую. Вот просто лживую. Я вас забаню. Больше ваши... Никто из ведущих не увидит ваши вопросы и ваши сообщения. Почему стало меньше интерактива со слушателями? Если вы называете, Юрий, интерактив звонки, я вам могу сказать. Когда слушаю, идет звонок, и звонит пранкер, или кто-то ругается матом, я говорю, а зачем вы выводили звонок? Почему все остальные люди, которые... Вот сейчас нас слушает только в Москве порядка 120 тысяч человек. Почему остальные 119 тысяч, там, 990 и так далее, должны вот это слушать? Они пришли слушать не этих уродов и дебилов, они пришли слушать гостей, они пришли слушать ведущих. И я напомню вам, что, да, эти люди, пользуясь техническими способами, меняя карты, симки, несколько человек было задержано, и они пропали. Потому что, ну, иногда, когда достает, я, как член общественной палаты, общественного совета при МВД, обращаюсь. В соответствии с законом. И ко мне, к моим обращениям относятся уважительно. И некоторым ребятки сильно погорели, между прочим. Ну, в принципе, послушайте, ну, таких, ну, вот, смотрите, у вас там, мы говорим, сейчас 120 тысяч только в Москве. Ну, полпроцента уродов найдется, наверное. Зачем я буду на них время тратить? Зачем вы будете на их время тратить? Присылайте смс-ки. Пишите в группе, там, ВКонтакте, в Фейсбуке туда. Будем так делать. Андрес, какое ваше отношение к Вячеславу Мальцу? У меня нет отношения к Вячеславу Мальцу. Я в нем не разобрался еще. Интервью я с ним не делал. Ну, мы там, он был у нас в эфире. И мы называем его, когда, помните, да, когда его задержала полиция, по-моему, в Татарстане. У нас здесь сидела глава ЦИК Элла Памфилова. Мы немедленно задали ей вопрос. Она вышла в коридор и при мне стала звонить в Татарстан. И, как вы знаете, его отпустили. То есть, ну, как, мы относимся к нему как к кандидату. Так, дальше. Вы пригласите дам новых министров в особое мнение или в культурный шок? Какая разница, в какую передать? Я вот считаю, что Анну Кузнецову надо звать в разбор полета. Потому что мы ее не знаем. Если там, условно говоря, мы там Мединского знаем, то Анну Кузнецову мы не знаем. И здесь гораздо интереснее посмотреть, какие она решения принимала в жизни. Ведь разбор полета про это. Какие решения человек принимал в жизни. То есть, это познакомиться с человеком. Вот история. Такая. Так, открывашка. Профессиональная Оксана Пашина. Дневные развороты стали. Вопросы к эфиру на сайте по боку, Марина. Марин, очень много мусора. Да? Ну, вот я посмотрел вопросы, которые мне прислали. Да? Вот мне человек написал. Путь России до и после 16-го года. Полстраницы текста. А затем, что вы про это думаете? Ну, вот вы скажите. Я сначала должен вам все это прочитать. Там, даже если это интересно. И вот этому человеку с ником РТРП должен это сказать. Ну, и таких вопросов, на самом деле, большинство. Я, честно говоря, вот я беру, я посмотрел какие-то вопросы. Сегодня. Ну, у меня отобрано несколько. Ну, и да. Вот вам вопрос, пожалуйста. Это правда вред от курения? Чепуха? И тоже вредно воздухом? Ну, слушайте, ну, слушайте. Ну, я сейчас буду на это время тратить. По боку. Те вопросы, которые не сформулированы новыми темами, по боку. Да? Я ей сказал это. По боку. Почему в передаче «Голопом по Европам» Борис Туманов, наверное, в отпуске, Лиза? Я не слежу за, честно говоря, вот так представлением. Я ее не снимал. Бойко работает на BBC. Аркадий уже давно. Он ушел на BBC. Мы пишем, что не хватало еще Соловьева отвечать. Не хватало чего, Александр? Чего не хватало? Ну, это времени нет. Так. Очень узкая полоса захвата. А, это в настройках. Какая есть. Вот точно полосой захвата не отличаюсь. В экономике. Пригласите Силуанова, Люкаева, пожалуйста. Так они были у нас, уважаемый Булавский Сергей. Ровно в июне. Был Улюкаев, был Силуанов. Найдите, пожалуйста, эти интервью. Июньский. Ну, на сайте можно все найти. Найдите там рубрику «Гости» по букве «С» Силуанова. Ну, и так далее. Мы всегда приглашаем, и всегда у них будут интересные истории. Андрес пишет, надеюсь, что Явлинскому будут задавать такие же острые, недобные вопросы, как остальным гостям. Ну, ребят же не меняются. А чего ему задавать другие вопросы? Я тоже надеюсь. Давайте мы дождемся, а потом будем упрекать людей. Понимаете? Мне очень понравилось. Вот человек, человек, азабай, говорит. Вот Зюганову задавали сервильные вопросы. Вы в себе? Человек чуть не встал и не ушел на новостях. Говорил им позорище. Перешел на «ты». Вы чего? Так, спасибо Наргисе Быковскому за науку в фокусе. Да, пожалуйста. Про эходром я уже ответил. Я предлагаю включить. Я отказываюсь. Ваше предложение смотреть здесь. Так, про рекламу я не отвечаю за рекламу. Как мне... Вот, Александр, почему в эфире нет Марина Максимова? Вот только-только. Вот только-только Марина Максимова вела новости авто чего? Автоспорт или чего? Да, новости автоспорта. Другое дело, что, конечно, ее надо применять и юзать больше. Я ей передам. Не знаю, понравится ли ей это или нет. Честно говоря. Наиль пишет. Дура, это не оскорбление, это сценический образ. Ну, я скорее, да, Иль, склонен с вами согласиться вообще к подходу к этим словам ровно такое. А чья идея в прекрасную программу чувствительно посадить замечательных сороков? Сорокина и Воробьева, с Проштанной и Скоролевой. Ну, программу чувствительно, как вы помните, она возникла с другими ведущими. Когда Леся уходила из эфира, Леся Рябцева, она попросила меня присмотреться в этом вопросе к Ире Воробьеву. Ира же очень жесткий интервью. У меня были сомнения. Но в данном случае, значит, вот это было предложение Леси. И затем Ира пришла с тем, что хорошо бы и Сорокину, но я согласился. Так что, видите, вообще эта история, откуда берутся ведущие, они берутся из разговоров. Из разговоров в моем кабинете приходят разные люди, предлагают свои программы. Или предлагают мои заместители. У нас каждую неделю, каждый понедельник бывает то, что мы называем директоратом. Это мои заместители и я. Мы обсуждаем тему недели, имея в виду не контент, а что случилось, где усилиться, где чего. Поэтому, естественно, что окончательное решение за мной и ответственность тоже, естественно, окончательное за мной. Это очевидно. Но я всегда слушаю своих коллег. И вот там как раз иногда совершенно неожиданной истории. Вот, например, поставить Оксану Пашину. Оксана Пашина работала на информатрии, сделала новости. И вот сейчас я даже, когда ушла Марина Королева, я сейчас даже не вспомню, кто сидели, обсуждали. Никто не хотел закрывать передачу. Надо было в ней, как сказать, ее делать более динамично. И кто-то, я даже сейчас не вспомню. Может быть, Володя Варфломеев, кстати. Может быть, Леша Соломин. Я не вспомню. Кто-то сказал, что Оксана Пашина хочет вести программу. И кажется, что Оксана Пашина, вот она вкладывается в эту программу. Я сказал, да ну вы что. Она же новость, она же тарабанит. Как тарабанщики новостей. А мне сказали, ну ты попробуй, да. Ну, в общем, они меня заломали. Я попробовал. А дальше Оксана туда и на другие программы. Это вот так происходит на самом деле. И то же самое Ира Воробьева и Света Сорокина. Да, это другая программа, чувствительно. Не та, которая когда была Рябцева и Олешковски, а потом только Рябцева. Ну и что? Ее слушают. Ее хорошо слушают. Я же вижу. Кроме того, я вам должен сказать, что кроме количества слушателей, мы сталкиваемся же с интересом тех людей, о которых эта программа. То есть, я имею в виду, это людей, благотворителей, волонтеров, которые просто хотят в эту программу. Они считают, что эта программа приносит очень много добра. И я повторяю, я много лет не видел возможности, не знал, как ее делать, не верил, что эта программа может быть вот такая сущностная, про это. И вот только тогда, когда меня Олешковский и Леся заломали, то есть, Леся, а потом Олешковский, да, я это рискнул. И сейчас она стоит очень хорошо и слушает, значит, я был неправ. Много лет они были правы, да. Так, дальше мне говорят, туда, значит, отталкивают, ну, пусть отталкивают. Послушайте, никто не должен нас любить. Мы средство массовой информации и коммуникации. Мы не про любовь. Вот вы знаете, что у нас бывают конфликты с политиками и с теми, и с другими, и правительствами, и оппозицией. И у нас бывают конфликты с театральными деятелями, когда Ларина что-то там скажет, критикует. И с телевизионщиками, когда Петровская Ларина, и там, когда Осин проспорт что-то. Ну и что? И наши слушатели, кто-то болеет за «Спартак», а кто-то болеет за «Динамо». А кто-то болеет за «ЦСКА», а кто-то болеет за «ЦНИТ», а кто-то за «Локомотив», а кто-то за «Терек», а кто-то за «Манчестер-Юнайтед». Послушайте, вы все разные. И я точно не буду вас всех встреч под одну гребенку. Ну, вот Светлана из Сперми говорит, а мне нравится дуэт Нарышкин-Соловин. Один красавчик, другой умница. Теперь они будут между собой выяснять, кто из них красавчик, кто умница. Они оба считают, что они умницы. А вот с красавчиком там могут быть проблемы. С выяснением я имею в виду. А у нас еще будет один час. Вот Семенович говорит, вы меня отрезали? Нет, просто пришло половина из Оренбурга. А почему он не комментирует Украину? Как не комментирует? А вы слушаете, а вы почитаете распечатки и Гонопольского, и реплик. Но в основном, Семенович, он будет комментировать Россию. Нас с вами. И вам придется это пережить. Как бы вам грустно от этого не было. Но ничего, Семенович, ваша грусть – наше украшение. Новости потом продолжим. Присылайте. Вот и Пашина пришла. Присылайте ваши вопросы. Сейчас она вам задаст. В Москве ноль часов и почти восемь минут. 12 сентября. У микрофона Алексей Виндиктов. Это программа Один. Ольга Журавлева у нас в отъезде. Плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. И не забывайте подписываться. Тут очень хороший пришел вопрос из Воронежской области. Александр пишет. Хочется сказать, пора бомбить Воронеж. Алексей Алексеевич, продолжение идеи A-Team. Эндрю Бёрд с Воробьевой, Журавлевой и Чиж. Будет? Вы будете смеяться, я с ними это обсуждаю. Но не с этим названием, потому что право на название другое. В смысле, не у нас. Но, да, птичьи фамилии у наших девушек. Можно кого-нибудь за товарища Воронова выдать, чтобы четвертый был. Найдем четвертую будет. Да, это хорошая мысль, на самом деле. Мы так уже похохатывая ее обсуждали. А несколько, пока вы добиваете вопросы и не повторяете их, тут меня спрашивают, что у меня за пари с Леонидом Волковым из ФБК, вторым человеком после Алексея Навального. У нас с ним действительно пари, которые мы заключили. Это в своем твиттере написал, и он подтвердил. Я, как вы знаете, написал о том, что мне представляется, и ту социологию, вернее, тот прогресс, который я вижу в социологии, что в Москве, не перепутничаю, в Москве яблоко наберет двузначную цифру голосов от участвующих в голосовании, естественно. Ну, мне тут же, как бы, любят на меня наскакивать люди из ФБК, у них нет, видимо, других. Неважно. А это все шуточки. Тут же написали, что вот это все ерунда, естественно, да, и у них там яблоко в Москве получает 5%. И я предложил, а Леонид Волков согласился, мы заключили с ним пари на бутылку виски. Ямазаки, 18-летний, я уже выставил туда на спор. И сегодня написал, и сейчас в Твиттере, вот это мой последний твит был, что, соответственно, я ставлю на двузначную. Волков согласился на 5, делим пополам, получаем 7,5%. Если яблико получит в Москве больше 7,5%, хоть на один голос, он проставляется, и мы выпиваем. Если он не пьет вроде. Но не значит я. А если меньше 7,5%, то я проставляюсь. Вот, собственно говоря, наш спор. Ну, мне... Еще раз, да, я вижу все эти их опросы, не только их опросы, я вижу опросы и Левада, и Фома, естественно, и других товарищей. И да, пока цифры колеблются, но я вижу тренд. Еще неделя. Это самая рисковая неделя. Я говорю про Москву. Поэтому мне важно в данном случае понять, чего произойдет, если я ошибусь. Потому что я не должен здесь ошибиться. В моем представлении. Могу. Могу ошибиться. Но не должен. В моем представлении. Но тут же еще важно действительно то, что Навальный сегодня написал про одномандатные округа. В принципе, это правильно. Просто демоколиция должна была быть раньше, а не в последнюю секунду. И все, в том числе и Навальные, должны были способствовать ее, а не не ее. Но, в принципе, подход верный. И, конечно, вот завтра, повторяю, в 11 часов, Игорь Бунин и Борис Макаренко придут, расскажут, что у них, получается, по социологии в одномандатных округах. Посмотрим. Посмотрим. Может быть, это как раз и сдвинет лидеров партий. Но, в любом случае, еще раз вернусь к тому, о чем говорю в последнее время. Поскольку введены одномандатные округа, и реально, там не нужно получить 50%, там нужно относительное большинство в одномандатном округе. Каждый голос может стать решающим. Реально, это не по спискам, где тренды приблизительно понятные. Да, приблизительно. А здесь, в одномандатном округе, один голос может разделить победителя и побежденного. Я хочу рассказать, пересказать еще раз одну историю прошлого года. Значит, у нас, не прошлого года, а прошлых выборов, мэрских выборов 2013 года, на одном участке у нас председатель комиссии не отдала копии протоколов. Там стоял КАИП, она там взяла и ушла. И свет погасили, компанию распустили. И тогда наблюдатель от КПРФ, девочка, молодец просто, она дозвонилась в наш штаб, в наш общественный штаб по наблюдению за выборами, внепартийный, надпартийный, как хотите, надкандидатский, внекандидатский. И пожаловалась. И мы вернули всю комиссию. Еще раз, вернули всю комиссию из домов, зажгли свет, это был КАИП, открыли КАИП, пересчитали, и все. Я вам должен сказать, кстати, про КАИПы. Очень интересно, что у нас, по-моему, было просчитано порядка сотни тысяч бюллетеней за КАИПами, и расхождение было на один лист. Вот их открывали, да, выдавалось, а потом мы открывали там, пересчитывали. То есть, это достаточно, на один бюллетень из 95 тысяч пересчитанных в 2013 году, в одном месте не сошелся один голос. Этот голос не был решающим, но это было важно, раз потребовали, мы пересчитывали. Поэтому я призываю вас, те, кто нас слышит, я не знаю, как в других городах, но в Москве, есть же еще одна история про выборы, которая, мне кажется, очень важная, и которая случилась в 2013 году. И до сих пор этот синдром сохраняется. Это эффект градусника. Да, Навальный не был избран. Но никто и никогда теперь не скажет, что оппоненты власти в городе – это 2% в Москве. 27% минимум. Более полумиллиона человек, 632 тысячи, если быть точнее, вот тогда встали, пришли, и это произвело очень сильное впечатление. Ну, произведите впечатление. Возьмите действительно, как правильно говорят некоторые политики, 10 своих друзей, сходите и про… за кого хотите. Вот я абсолютно, вот поскольку опять руковожу штабом наблюдателей, я не могу призывать вас голосовать за кого-нибудь или против кого-нибудь, и не буду это делать, хотя мои журналисты, как я вижу, пишут и в соцсетях, и в эфире, и на сайте, сомневаются, и по-разному. Ну, ради бога. А я не могу. Но я могу вас призвать, и повторяю, придите на выборы и покажите температуру. Стоп. Итак, наши результаты. Я благодарю всех немногочисленных слушателей, кто позвонил. 83,5% собираются идти голосовать. Из тех, кто сейчас позвонил, 16,5% не собираются. Я был неубедителен для вас, но ничего сделать здесь не могу, значит, я неубедителен. Поэтому, вы спросили мою точку зрения, я повторяю, что чем больше партий и чем больше самостоятельных людей в Думе, ну, слушайте, по большому счету, кто там Дмитрия Гудкова, когда он избирался по справедливой России, но кто там его особо знал? Действительно, как тут писали, золотой мальчик там пошел в списки. Сейчас он бьется в округе, и у него серьезные противники, и непростые ребята, совсем непростые ребята, но он и в списке, да, вот, и, скажем, тот же самый Зубов, та же самая Баронова. Да, печально, что так случилось, и здесь, конечно, амбиции вождей. Здесь, конечно, амбиции вождей. Я просто напомню, что центральный округ – это тот округ, где, насколько я помню, Навальный получил почти столько же, сколько Собянин. То есть, есть шансы, грубо говоря. И если мобилизовать людей, то там есть конкуренция. Я вообще за конкуренцию. Потому, что конкуренция заставляет двигаться, заставляет задумываться. Вот настали там другие радиостанции догонять. Вот сидим сейчас и думаем по этому поводу. Вот такая история. Да, давайте вернемся к тому, что будет... Вот спрашивает Айгар. Будет ли филиал Эхо Москвы когда-нибудь открыт в Риге? Подождите, у нас в Риге существуют партнеры, называется Радио Болтком, которые часто ретранслируют наши программы. И зачем там тогда филиал, когда там есть местное радио, которое с нами сотрудничает. И я хочу таких, скорее, партнеров, понимаете? Потому, что есть местная история, да, вот рижская, о которой они знают лучше, естественно, рижане, которые живут там. И темы рижские, или таллинские, или челябинские, неважно. А есть вот мы, как федеральное радио. Я за, но где гарантия честных выборов? Спрашивает Александр из Казани. Вы гарантия честных выборов. Вы гарантия честных выборов. Вы пойдете, проголосуете, ваш голос не украдут. Вы становитесь наблюдателем, и вы не даете украсть ни свой, ни чужой голос. Вы баллотируетесь в муниципальные депутаты и боретесь за это. Я, кстати, вам напомню, что идет огромное число людей, избираются муниципальными депутатами. Тем самым муниципальные, которые потом дают подписи за губернаторов. И это удивительно, что во многих областях, где идут муниципальные выборы, оппозиционные партии не выдвигают даже своих кандидатов. Не выдвигают. Есть статистика по каждой области. А как вы будете через год, через два, через три выдвигать губернатора и бегать жаловаться, что у вас нет муниципалитета? Так вы их не выдвинули даже. Люди боятся, я понимаю. Ну, боятся. Что тут можно сделать? Да. Так, что-то добавьте. 30 минут. Ничего не понимаю. Виктор говорит. Общее количество проголосовавших. Совершенно необязательно так говорить. Я вам говорю, нерепрезентативные голосования, на их их хоть миллионы голосов, все равно нерепрезентативные. Процентное соотношение. Тут мне пишут, надеюсь, что вы выиграете пари. Алла. А я как надеюсь? А я как надеюсь? Очень корыстно. Префикс 495. Ну да, наверное. Так. Мой телефон забанен. Я не знаю, как вы видите, забанен, не забанен. Ирак. И я вот вижу вас, собственно говоря. Я вижу и вижу ваш телефон, который заканчивается на 42. Видите? Ничего у вас не забанено. Американец сказал, что Путин был совсем другим. Андрей из Казани пишет. Вы его знаете, скажите об этом. А вы говорили... Вот понятно, что вы имеете в виду. По-моему, пресс-секретарь президента Буша рассказывал о том, как 11 сентября Путин позвонил Бушу и был одним из первых. Там дело не в звонке было, на самом деле. Если уж серьезно, там дело было в другом. Соединенные Штаты Америки приняли решение привести в боевую готовность 11 сентября президент Бушу отдал команду. Все вооруженные силы. Естественно, наши спутники, наша разведка за этим наблюдает. И, по идее, существует протокол, при котором немедленно на такой же уровень безопасности поднимаются все силы России, в том числе и ядерные. И это создает напряжение. Бог их знает, где чего, куда полетят и так далее. И вот что сделал Путин 11 сентября, позвонив Бушу. Помимо того, что он выразил соболезнования, он сказал, что мы понимаем, что вы привели в вооружение... Мы не будем отвечать на поднятие степени безопасности своими маневрами. У вас и так достаточно сейчас проблем, чтобы еще на нас оглядываться. И это, конечно, поступок. Это, конечно, был поступок. И об этом говорит пресс-секретарь Буша сегодня в каком-то интервью. И он говорил, да, что Путин был другим, что сейчас он совсем другой. Теперь это вот по факту. Теперь что по сути. Ну, я думаю, что это так и не так. Мне представляется, что Путин всегда считал, что Соединенные Штаты Америки являются для Российской Федерации, для Российской Империи, для Советского Союза, всегда являются противником, соперником, конкурентом, врагом. И в перезагрузке ему было некомфортно. Потому что это не как-то противоречит его мироощущению. Вот что-то они там придумывают. Вот там притворяются друзьями. Что-то они там придумывают. Ну, мы тоже будем, раз они притворяются друзьями, мы тоже будем притворяться друзьями. Вот, ну, мы-то знаем, что мы враги. И когда вот случилась Украина, я думаю, что Владимир Владимирович считает, что сейчас все вернулось на правильный путь. Вот они показали свою звериную сущность. Ну, и мы им показали свою звериную сущность. Я думаю, что в этом смысле Андрей имел в виду и вот этот самый пресс-секретарь президента Буша. Мое наблюдение за Владимиром Владимировичем в течение 15 лет приводит меня к мысли, что да, он считает, что это так, что это всегда враги, что они все готовят нам всякие подлянки. Ну, и, соответственно, мы тоже должны так делать, естественно. Так, Дрюша Колокольчиков пишет. Интересные у вас условия пари. Вы проставляетесь, и Венедиктов пьет. Или Волков проставляется, и Венедиктов пьет, пишет Дрюша Колокольчиков. Ну, так надо уметь заключать пари, Дрюша. Не надо же лохом быть. Ну, расставимся, и хорошо. Ну, Навальный выпьет, ничего страшного. Так, дальше. Спроситивизор пока ничего не готов говорить. У этого компачи вот. Так, здесь мне говорят, этот какой? Этот никакой, ребят. Вы знаете, я смотрю на рейтинги. Рейтинги – это количество людей, которые слушают. Я вижу, что у каждого из моих ведущих есть огромные клубы интересантов. Понимаете? Ну, вы не слушайте этого ведущего. Что у вас, честное слово, за проблемы? А вот не нравится там ведущий Венедиктова. Да, Господи ты, Боже мой, отключились, и все. Не нравится, что я говорю, не нравится, как я говорю. Есть такие люди? Да, полно. Ну, и у меня есть люди, которые почему-то меня слушают. Такие же люди есть у Володи Варфломеева, Оксаны Паршинова, Иры Воробьевой, и так далее, и так далее, и так далее. И, конечно, уход каждого ведущего, которые ушли в прошлом году, и Сергей Корзун, и Марина Королёва, и Сева Бойко, и Леся Рябцева, и Женя Бунтман, да, это уход какой-то части аудитории за ними. И так и будет. И вот сейчас, вот, например, Дмитрий Потапенко, да, он ведущий программы. У него сложился клуб, и вот, ну, он баллотируется. Я консультировался в ЦИКе, мне сказали, нет. И Рыжков нет в цене победы, тоже ведущий программы, нет. Я сказал, ну, окей, нет и нет. И вот какие-то люди, которые привыкли слушать Потапенко, и которые пришли на их программу, они сейчас не слушают. Они приходят на час в день, ой, в день, в неделю, так же, как люди приходят на час в неделю, там, я не знаю, слушают Михаила Соколова с ценой революции. Но это нормально. Я не хочу, чтобы все слушали всё. Виктор спрашивает, а степень Каибов повысилась по сравнению с прошлыми выборами или нет? В смысле, количества, по-моему, нет. Но я знаю, что после выборов, вот как, во всяком случае, Элла Памфилова говорила, Александра, после выборов она поставит вопрос, это же вопрос бюджета, это вопрос денег. Она поставит вопрос о увеличении числа Каибов, ну, и их модернизации, наверное, всё-таки они давно уже. Они там практически электронное голосование у нас с 96-го, что ли, первого раза в год, не помню. Так что, вы знаете, это я про Виктора, да, Виктор, количество у него увеличилось, нет. Так, давайте одну с латыни, на какая вам разница, а вот латыни на водне или латыни на у себя, в латыниной, тот же час, что за проблема. Так, вижу, не получили книги, я передам. Нет, мы высылаем, Ирина, это не так, но это вопрос к почте, мы высылаем. А сколько людей слушает Кейс, мне одному скучно эти посиделки? Сергей, да, вам одному скучно эти посиделки, потому что Кейс в своём слоте, то есть вот в своём часе, когда он идёт, он занимает первое место в Москве по слушаемости, ещё раз, первое место. Все остальные 53 радиостанции ниже в этом часе, понимаете. Поэтому, ещё раз, вам скучно? Не слушайте. Что за проблема? У каждого человека разный уровень восприятия. Одному скучно, вот меня тут спросили, бах или Моцарт, отвечаю, Моцарт, бах, мне скучно. Ну, а есть масса людей, которые-то там очень любят. Там Толстой или Достоевский? Толстой. С Достоевским у меня сложности. Ну, а чё, мы все разные, а почему мы все должны быть одинаковы? Почему мы все должны быть одинаковы? Так, ну, у меня теперь про законы там начинает, вот как вот тут излагают законы. Так, эхо в Приморье, ребят, про эхо в Приморье, про эхо всегда-всегда. Смотрите. У нас сейчас технологии такие, что можете слушать это через интернет. Вот вам не обязательно, чтобы была вышка, и с него на ваш приёмник шло. Кстати, и сейчас, собственно, айфоны – это приёмники. Можно тоже слушать. Ищите способ слушать, если хотите. Пишет Фёдор из Москвы. Путин всегда был коварным манипулятором, а пресс-секретарь Буша полезный идиотовый. Да нет. Вы знаете, я думаю, что пресс-секретарь Буша очень хорошо понимает, и это правда. Но он действительно не поднял войска Путин. И тем самым не заставил там часть Агентства национальной безопасности заниматься АНБ и нарадом заниматься России. Ну, а то, что Путин коварный манипулятор, ну и да. Да. Это правда. И чего? Ну, это просто надо знать. Вот вы знаете, да, конечно. Вообще любой политик – манипулятор и должен быть коварным, я считаю. Если вы пошли в политику, то вы манипулируете, естественно, да, и вы коварный. А что, там, Трамп не коварный манипулятор? А что, Ангела Меркель не кровавая манипуляторша? Не коварная манипуляторша? Конечно. А вы что думаете, что они все такие наивные и полезные? Да нет, конечно. Да. Вот мне тут пишет кто-то там, голосовать не пойду, потому что не за кого. Ну и не надо. Ну и не надо. Понимаете? А зачем вам? Ну, не пойдите, вы так считаете, имеете право. Просто. Мне так кажется. Так. Мне тут пишут, Александр Саратова пишет. Вот, на этот раз я легко переблил родственников в правильном выборе. Пойдут за парнас, яблоко. Достаточно было упомянуть капремонт. Этого хватило. Ну, вот есть такие вещи, да. Причем это Саратов, который всегда голосует 50 плюс за единую Россию. Посмотрим. Посмотрим на Саратове. Потому что там еще, кстати, Володин у вас выдвигается, да, то есть там, там, паровозом. Поэтому посмотрим. И это важно. Так. Кейс супер. Ваша самореклама не нравится никому. Юрий Исаак Привор говорит. Юрий, я не помню, что я вас назначал пресс-секретарем всех. Да? Не нравится? Не слушайте. Так. Дальше. Кейс. Как можно измерить? Я не знаю, как можно измерить. Мы же про количество людей говорим. На это есть специальные службы, которые, извините меня, измеряют опросами, ТНС. Мы же, ну, слушайте, мы... Вот у меня здесь горят лампочки. Но я же их не произвожу, эти лампочки, да? Но они здесь горят. Я их покупаю. Мы вставляем. Также мы покупаем исследования. Мне довольно трудно сказать, как это делается. Когда будет, тогда будет. Больше Невзорова. Больше экологии. Алексей из Москвы. Как вы узнаете рейтинги? Покупаем их у ТНС, Гэллоп. Идем. Россия больше в политическом устройстве взяла от Византии или от Орды. Или от Орды. Да, господи, Павел, какая разница. Она взяла от России. Но на самом деле есть огромные исторические передачи, которые у нас, которые на эту тему разбирают. И мы надеемся, что вы эти передачи у нас слушаете. Найдите на сайте. Значит, мы поступим следующим образом. Пока у меня заканчиваются сущностные вопросы. Напомню, плюс семь, девять, восемь, пять, девятьсот семьдесят, сорок пять, сорок пять. Не забывайте подписываться. Сейчас мы послушаем опять саморекламу. Потому что у нас регионы уходят на рекламу. А у нас в этом части нет рекламы. Мы обязаны саморекламу, чтобы не обижать регионы. После чего я вас верну к одной песне «Машины времени» сразу в стык. А потом мы продолжим разговор. Чтобы было у нас пять минут перерыва. Мы продолжим с вами разговор. И другие темы, если можно, поднимайте. Потому что там споры о том, что этот хорош, этот плох. Честно говоря, утомляют. И он бессмысленный. Меня спрашивают сериалы, которые я сейчас смотрю. И которые я могу порекомендовать. Вы знаете, это же так же, как с книгами. Это совершеннейшая вкусовщина. Во-первых, существует сериал «Наркос». Сейчас, по-моему, закончился второй сезон. Это очень хороший сериал. Про наркобаронов. То, что я смотрю сейчас, да, в перемешку. Я пересматриваю старый сериал «Без следа». Это очень интересная история. Это раздел, отдел ФБР в Нью-Йорке, который ищет пропавших людей. Каждая серия пропадает. Он очень хорошо сделан, на мой взгляд. Да, это отдельная история. Я вот сейчас досматриваю четвертый сезон. И вчера я досмотрел второй сезон «Марка Пола». Вот я об этом уже говорил. Это про Марка Пола. Но не про путешествия, а про то, как этот мальчик был отдан хану Хубилаю. И там, конечно, внутренние монгольские разборки. Частично красиво и иногда занудно. Вот, собственно говоря, я смотрю такие сериалы. Что касается книг, я там два-три раза в неделю хожу по книжным. Но я уже художественную литературу в меньшей степени только по рекомендациям читаю. Тут я вас отсылаю к Одину с Дмитрием Быковым. А я читаю литературу. В первую очередь покупаю либо мемуарную литературу, либо сборник документов. Иногда детективы, хотя хорошие детективы, сейчас они все выложены и отцифрованы. Сейчас перечитываю опять серию Владимира Свержина об институте экспериментальной истории. Николая Свечина. Детективы про сыщика Лыкова конца 19-го, начала 20-го века. Это художественная литература. Ну, когда успеваю, успеваю ночью, а также в самолетах и поездах, что называется. Вот едешь там в Питер 4 часа, вот открываешь и читаешь, чего там. Очень люблю, конечно, серию Лоис Буджолта о Бараяре. Замечательно совершенно. Мне кажется, что... Вот я тоже кому-то нравлюсь. Сейчас посмотрю, там подпись. Если нет, хотя я коварный манипулятор, да, Олегу, да, это правда. Конечно, 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 это правда. Меня спрашивали про книгу «Дневники Серова». Кажется, мне эта книга сомнительной, что писал этот дневник Серов. Я знаю вот то, что там нашел на чердаке Александр Хинштейн якобы и так далее. Вы знаете, я очень хорошо знаю, каким образом людей... Был отдельный приказ запрет вести дневников, и я что-то сомневаюсь, чтобы человек каждый день так записывал, так подробно диалоги. Мне кажется, что это какая-то странность. Федот спрашивает, так, Оксана Чиж, дочка Ксении Стриж? Это у нее надо спросить. Нет, не дочка, да? Дальше что у нас еще? Нарком какой-то, я не понимаю. Смотрите, Ольга, слушайте, я не понимаю. Ребята, можно вы будете не писать отрывками? Где в Москве можно купить дилетант, спрашивайте, или она из Москвы? Ну, я вам могу сказать, что текущий номер с Маннергеймом, он в киосках, спрашивайте, почти все киоски. Он есть в книжных магазинах Москва и Московский дом книги. Там есть и архивные номера. Ну, в Москве это так. Пишет Михаил Баушев. Эхо-интеллигентная радиостанция. Нет, эхо-неинтеллигентная радиостанция. Я не понимаю, каким образом можно слово интеллигентное, если только неправильно его понимать, применять к радиостанции, к средству массовой информации. Это прямое противоречие сущности. Да, мы должны говорить с людьми на разных языках, на тех языках, которые с нами говорят, и которые доступны. Нет, эхо-неинтеллигентная радиостанция. Редактор эхо считает, что нет слова петербургский. Есть петербургский. Слушайте, если это самая главная проблема в нашей жизни, я вас поздравляю. Просто. Я очень рад. Так, тут продлите эфир Невзорова, продлите эфир Латынина и продлите эфир Гонопольского. Послушайте. Ну, разнообразие – это плюс, а не минус. Достаточно каждому. 24 часа и вперед. Вот, правильно Таня пишет. А мне все нравятся, все ваши ведущие. Вот, Таня – позитивный человек. Из Нижегородской, опять же, замечу, области. Позитивный. А вы читали Библию про Гога и Магога? Я Библию читал. Более того, вам скажу, я читал все Евангелия, в том числе апокрифические. И чего? Ну, читал. Вот, как надо с таким вопросом, да? Ну, читал. Так, вот про Пелевина нет. Вроде опровергает, что Пелевин умер. Вообще, это было бы большое несчастье. Я хочу, чтобы Пелевин еще написал несколько книг, чтобы я их прочитал. Так, действительно, какие-то там, как они говорят, соратники Пелевина пишут в Фейсбуках, что он там нет. Нет, вроде, слава тебе, Господи, нет. Нет, пока, во всяком случае, я не вижу никакого подтверждения. Желаю им, и, кстати, ему, и, кстати, к вам, каждому здравствуйте, жить долго. Правильно, в России надо жить долго. Глядишь, что тут какие-то перемены увидим. Так, Алексей Алексеевич, прочитали вы Акунинскую историю, если да, то насколько она точна? Аня. Я читал Акунинскую историю и читаю все, что вышло. Что такое точна? Я не участвовал в тех событиях. Но она очень детальна. Детальна. Детальна и хорошо написана, потому что Акунин – отличный писатель. И отличный стилист, я бы даже сказал. Поэтому я вам рекомендую. Кстати, если там тока-тока, я вам рекомендую. Просто действительно. Так, что у нас осталось здесь, интересно, вошно, что я не ответил. Из интересного. Вы читаете смс-ки, как домашнее задание проверяете. Заодно отметки ставили уже ИРБ. И рассадитесь два. Не надо советовать учителю. Это неправильно. Не работает сетевизор? Не знаю. Не знаю. У меня здесь не сетевизор, у меня здесь микрофон. К какому округу прикреплено посольство? В депутат-клубе этой информации нет. С уважением, пожалуйста, Лена. Лена, зайдите на сайт ЦИК России. Честно говоря, не знаю. К разным округам прикреплены разные посольства. Посольство какой страны? Я так понимаю, что избиратели Вашингтона, они голосуют в 206-м московском округе. Там, где как раз Онищенко, Гудков, Коротченко, Бабурин. Вот так. Кстати, вот про выборы тоже довольно любопытно. Хочу вам сказать про выборы на Украине. Я, честно говоря, до конца не понял, чего там заявили украинские власти. Потому что, собственно говоря, как происходят выборы в другой стране. Я гражданин России. Я прихожу в свое посольство. И совершенно властям той страны, которая страна принимающая. Не важно, какая это Украина или США или Нигерия. Я не докладываю, зачем я иду в посольство своей страны. А с другой стороны, консульские работники посольства, они просто открывают там участки. И туда войти страна не может. Я вообще не понимаю, как они могут запретить. То есть, перекрыть улицу, запретить вход в посольство, что ли, на день выборов. Но это нарушение международных конвенций, безусловно. Запрет для людей, которые граждане посольства, это нарушение. Поэтому, мне кажется, это какой-то легкий бред. Другое дело, что если речь идет о Донецком и Луганском крае, где нет контроля украинской власти, там они имеют право это заявлять. Потому что они отвечают за, если не организацию, то это украинская территория. Это признает Российская Федерация, что это украинская территория. А то, что касается консульства и посольства в Киеве, в Харькове, в Одессе, где-то еще. Совершенно незаконное решение. И какое-то оно совсем глупое. Посольство Исландии. Ну, Лен, я сейчас даже не могу сказать. Алло, Гараш, это я к нашим слушателям обращаюсь. Можете быстро найти, вот у нас осталось 10 минут до конца, и прислать мне к какому округу. Я напомню, что жители, наши соотечественники, которые имеют право голосовать, они голосуют не только за списки, но они прикреплены к андомандатным округам. И вот у меня сейчас вопрос, кто быстро в интернете найдет, к какому округу прикреплено посольство в Рикьявике, посольство российское в Исландии, к какому именно округу, там где это, в Твери, в Москве, в Петербурге, там, я не знаю, в Башкортосаде, к какому округу найдите, мне, пожалуйста, был бы вам весьма признателен. И мы бы помогли Лене, которая не знает в Рикьявике, к чему там прикреплено. Ну, говорить, Артем из Москвы спрашивает о возможности прохождения, значит, Родина, Яблоко, кто там может еще пройти, Справедливая Россия, Родина, ну, кроме трех, да, Справедливая Россия, Родина, Яблоко, Патриот Россия, я не знаю, это все на грани. И, честно говоря, у нас же какая проблема социологии, Артем, это важно сказать. У нас люди отвечают нечестно. Это такой эффект, назовите его эффектом страха. Если вам звонят по домашнему телефону и говорят, здравствуйте, мы социологические службы, там, такой-то, такой-то, за кого вы будете голосовать, если выборы... Ну, вы что, ответите? Честно? Не много людей ответят честно. В основном люди будут либо отказываться отвечать, либо говорить, что за власть. Вот ФБК проводил опрос, я посмотрел, затруднились ответить, еще не решили, 60% москвичей. Ну, понимаете, да, поэтому все это относительная социология, она тренды, тенденции может показывать, но точной цифры нет. Поэтому, на самом деле, все равно, кто выиграет наши споры, но очень хотелось бы, чтобы партий в Думе было больше и разных людей тоже было больше. Людей самостоятельных, с разнообразными взглядами, которые превращают Думу в место для дискуссий, а не место для дискуссий. Поэтому сказать ничего не могу, очень надеюсь, что таких партий будет 5 или 6, которые пройдут в Думу, но сомневаюсь в этом. В общем, от 3 до 6 партий, то, что я знаю, то, о чем говорится, от 3 до 6 партий должно пройти. Поэтому, а дальше, во многом дело, случая, как вы пойдете голосовать, пойдете ли вы голосовать, не знаю. Подписка на дилетант есть, все, Ольга, как, нет, на сайте, только знаете, на каком? Там ведется diletant.media, не diletant.ru, а diletant.media. Вот там подписка на дилетант есть, и люди получают. Я сам по безналичности подписался, чтобы проверить, как оно идет. Ой, Андрей, спасибо большое. Оставлю-ка я вам, Андрей, номер дилетанта за это. Исландия, Нижегородская область, округ 81.13. Видите, Лена, как Андрей вам помогает. Еще раз. Исландия приписана к Нижегородской области, округ 81.13. Спасибо большое, Андрей. Вальдемар пишет, давайте проголосуем, нужен ли этот ваш кейс или нет. Я не собираюсь голосовать, Вальдемар. Потому что, еще раз повторяю, программа кейс не зависит от того, кто не слушает ее. Она зависит только от того, кто ее слушает. Нет, мне что-то пишут о другой номер округа. 129-й, тоже Нижегородская область. Кто-то пишет из Воронежской области. Ну, посмотрите, наверное, все-таки 120... Нет. В Москве, сейчас я соображу, какие у нас. 206... Нет, у нас не может быть 11.20... 129-й, видимо, у Андрея сбилось. 81.13, что-то сбилось. 129-й округ, проверьте Нижегородская область. Спасибо большое. Вот так нам пишут из Воронежской области. Отлично. Еще раз, по программам. Услышьте меня, пожалуйста. В каждой программе существуют люди, которым им интересно. Есть масса программ на Эхе, которые мне неинтересны. Я их слушаю исключительно по служебной необходимости. Просто не мое внимание. И чего? Закрыть? Да нет, конечно. Есть люди, которые слушают. Поэтому, Вальдемар, ваше представление глуповатое. И я отвергаю. Что такое... Ой, извиняюсь, из Москвы. Так. Почему в архиве нет большого эха за 8 июля, 6 августа? Не знаю. Почему нет. Но я сейчас озвучил. Я думаю, что нас услышали. Нужно говорить «Партия Родина», как меня учат. Чтобы не было большое решение. Да, партия Родина. Все партии Родин. И пар нас надо говорить, что это партия Народной Свободы. Тоже надо так говорить. Дальше. Что у нас здесь? Что я не успел ответить? Что вы думаете, Артем из Челябинска? Между РФ и США. Очень плохо, Артем. Я еще раз повторю, что мне представляется, что общие угрозы должны нас объединять. Наши страны. Угрозы в основном общие. Одна из главных угроз – это терроризм, который идет у нас с юга. И эти террористы, они наносят удары что по России, что по Соединенным Штатам Америки. Это раз. Второе – экономическое давление Китая, которое растет. Это угроза для США и, безусловно, угроза для нас. Поэтому, мне кажется, что нас объединяет больше, чем разделяет. Но при этом надо понимать, что мы так не считаем. Вернее, наша власть так не считает. Поэтому вероятность конфликта, вы правы, увеличивается. Военные маневры, незнакомая полигора, ударная техника, десанты, новинки, ВПК. Вы абсолютно правы. И самое главное, что вы увидите в нашем номере про Карибский кризис. Вы очень мало знали про это. Понимаете? А там же была история с тем, что один из командиров чуть не дал приказа пускать ядерную ракету. Просто не выдержал напряжения. Пошла бы ракета во время Карибского кризиса. Торпеду. Могли столкнуться, могли бомбить глубоководными бомбами по нашим подлодкам. Слушайте, во многом это вопрос нервов. Вы знаете, что там был сбит американский самолет и погиб американский летчик. Не нами, но кубинцами. А может быть и нами. Потому что мы осуществляли там руководство ПВО, когда он облетал самолет. Причем он был разведчик. И американские власти скрывали гибель этого летчика. Для того, чтобы общественное мнение Америки не потребовало войны. А генералы требовали от Кеннеди ответить. Это такая опасная игра. Мне кажется. Такая опасная игра. Заигрались. Пора остановиться. Кстати, я абсолютно уверен, что то, что был сбит Боинг над Украиной, это результат тоже вот этой истории. Знаете, я тут... Может быть, кто-то слышал, а кто-то не слышал. Я тут встречался с одним из американских сенаторов, который занимался ядерным разоружением Украины. Сэм Нан такой. Помните, была программа «Нан Лугар», когда распадался Советский Союз. Американцы сделали все, чтобы убедить белорусов, украинцев и казахов перевести элементы ядерной ракеты, элементы ядерного оружия на территорию России. Потому что в страшном сне расползание ядерного оружия для них было. И вот эти сенаторы, в том числе Сэм Нан, сначала по поручению, по-моему, Рейгана, потом, неважно, он сенатор-демократ, он ездил и он лично уговаривал и подкупал, имея в виду, обещал кредит и так далее, руководство Украины и Белоруссии с тем, чтобы ядерное оружие было, соответственно, перевезено на территорию России. И, знаете, он был недавно в Москве в этом году, я делал с ним интервью, я не помню, это было в интервью или за интервью. Я его спросил, слушайте, ну вы, наверное, себя сейчас клянете, что вывезли с Украины ядерное оружие, было бы на Украине ядерное оружие, так и войны бы между Россией и Украиной не было. Он сказал, нет, он сказал, все не так, все совсем не так, потому что, говорит он, если бы ядерное оружие было на Украине, был бы большой, большая эскалация, потому что всегда найдутся люди, которые начнут друг друга пугать этим оружием. И поскольку сейчас так легко относятся к ядерному оружию, то планка тех офицеров, которые отвечают за запуск, планка не возможности запуска, а только возможность сдерживания, была бы пониженной. Черт знает, кто бы, как ваш тогда офицер подводной лодки в 62-м году, да, в истории с истерией, когда чуть ли не началась война, там еще Берлин был рядом, да, то есть еще Берлинский кризис в тот же год. Вот мог произойти запуск, случайный, и в этом смысле у меня это был такой новый подход, да, потому что мои украинские там коллеги говорят, вот, было бы у нас ядерное оружие, все было бы много лучше, а хрен его знает. Знаете, сейчас вот Северная Корея испытала, да, там же, извините меня, ракеты летают, как бы сказать, кривовато, а Северная Корея, в общем, ближе к нам, чем к Америке, вообще-то. В общем, еще раз, да, угроза существует, угроза серьезная, конфронтация с Америкой в данном случае, во-первых, она нелогичная, с моей точки зрения, я уже говорил, еще раз говорю, и вам говорю, и кому надо говорю, потому что в современном мире, мне кажется, что общность угроз важнее, чем общность интересов. Если мы хотим, там, инвестиции для развития страны, они в Европе и в Америке. Технологии, они в Европе и в Америке. Борьба с терроризмом, они в Европе и в Америке. Ну, и так далее. Вот мне так кажется, ну, как известно, моя точка зрения не разделяется большинством моей страны, ну, будем убеждать дальше, это же вопрос убеждения. Не хотелось бы, конечно, на примере, на себе показывать, что называется. Совсем не хотелось. Когда-нибудь, Ярославское, какое экономическое давление Китая нами, какое американские бумаги в китайских руках. Такая же, как у Саудовской Аравии, так у китайцев больше. У Саудов 750 миллиардов бумаг и собственности, да. Любая распродажа приведет к падению американской экономики. Вы там у себя в Ярославской области книжки почитайте, пожалуйста, а можете и не только книжки почитать. Ну, в чем вы правы, наверное, об этом нужно поподробнее поговорить. У нас осталась одна минута и призвать каких-нибудь серьезных людей, не таких, как я, легкомысленных и поверхностных в этом вопросе. Ну, правда, я же от них получаю информацию. Да, с одной стороны я говорю с Иноземцем, с другой стороны я говорю с Улюкаевым, с другой стороны я говорю с Глазьевым. Ну, все говорят Раскудрином, все говорят разного. Поэтому мне просто представляется, что эта история нуждается в таком мражевывании. И я попробую попросить ребят, давайте мы сейчас выбрать пройдем за неделю. Там у нас там все-таки главная тема следующей недели, если ничего не случится, не дай бог, какой-нибудь катастрофы вообще. Она будет посвящена предстоящим выборам в Государственной Думе, которым мы от нам все вполне серьезны. Если вы ожидали мрачную пашину, то пришел веселый Климов. Это совсем другой человек, я бы сказал, да? И совсем не сын Ксении Стриж, если тут опять возвращаются к тому, что Чиж дочка Стриж. Это даже разные птицы. Орнитологию тоже надо изучать. Спасибо большое всем, кто был со мной в программе Один. Это был Алексей Венедиктов. Напомню, что завтра в 11 у нас утренний разворот Сергея Бунтовна и Ольга Бычкова и социологи по московским выборам. А я с вами прощаюсь.